Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Западной Армении Арменак Абрамян по случаю 14-й годовщины Национального совета Западной Армении. Армянский народ должен понимать, что она нация, а не община. К 70-летию создание Ливана армянского литературного кружка. В Арцахе нет напряженности. Депутат парламента Арцаха Рудик Хуснунц. Анна Акапян встретилась с армянскими меценатами в Швейцарии. США больше не хотят свергать Асада. Древний город Ани, покрытый снегом, находится в центре внимания СМИ. Дорогие соотечественники, мы отметили 14-ю годовщину Национального совета Западной Армении. Организация, созданная в Шуши 17 декабря 2004 года, была национальным опекуном армянства Западной Армении и, что самое важное, отправной точкой независимости Западной Армении. За прошедшие годы мы выполнили один из наших главных приоритетов – многолетнюю политику постоянного забвения, которое международное сообщество ввело против нас. Мы с вами преодолели. Теперь, благодаря многолетней и целенаправленной работе, структура, защищающая интересы миллионов армянских беженцев из Западной Армении и ее граждан стало реальностью. 17 декабря 2004 года Шуши – исторический день в странице нашей тысячелетней истории. В тот день истинный владелец Западной Армении армяне выдвинули свои законные требования к своей исторической родине, как написано в декларации, принятой Национальным советом Западной Армении. Национальный совет армян Западной Армении. Выражая единую волю армянского народа Западной Армении, все армяне обязаны выполнить свои чаяния и восстановить историческую справедливость, осознав свою ответственность перед судьбой армянского народа. И выборы в Национальное собрание Западной Армении в этом году являются выражением этой ответственности. Вновь избранный парламент делает свою миссию более ясной и эффективной для славы Западной Армении и армянского народа. Наша борьба благородна, и ее победа неоспорима. Почетный Ованес Паланджан Тина Норшаян, советник мэтр Гаспар Тертерян, члены ливанско-армянского литературного кружка. Позвольте мне, как изгнанному сирийско-армянскому инженеру, а также как премьер-министру Западной Армении поприветствовать вас по случаю 70-летия со дня основания вашего союза. Будучи выдающимся сирийским армянином, я хорошо знаком с трудностями, успешной работой и образцовым воплощением многолетнего пути Ливана-армянского литературного круга. Мы знаем и ценим тот факт, что вы были единственным культурным союзом в Ливане, который не имел принадлежности к традиционной партии, организации или же государству. А вы остались и действовали независимо и свободно. Вы признаете идентичность своей родины, но приняла программу освобождения Западной Армении, которая является целью нашего правительства, предоставляющим армянскую общину Западной Армении, то есть избранную структуру, парламент и будет усердно работать как уполномоченный центральный орган эмигрировавших армян Западной Армении. Я приветствую и поздравляю вас с 70-летием вашего союза, желая, чтобы мы праздновали 80-летие вашего союза. Поздравляю всех основателей вашего союза и всех членов, которые поддерживали этот успешный инноваторский союз в течение семи десятилетий. Гарник Саркисян, премьер-министр Западной Армении. В Арцахе нет напряженности. Об этом голосу Армении сообщил член постоянной комиссии по внешним связям национального собрания Арцаха депутат Рудик Хуснунц. Здесь нет ничего необычного. Министр обороны сейчас в службу спасения. В нашей стране нет напряженности, нет ничего экстраординарного. Просто была проведена ротация, отметил Хуснунц. Что же касается вопроса в Арцахе, есть революционные настроения, депутат ответил. Были такие настроения, но сегодня партия Свободная Родина выразила абсолютную поддержку властям Армении. Супруга, исполняющего обязанности, премьер-министр Республики Армении, председатель Совета попечителей благотворительных фондов Мойшак и City of Smile Анна Акапян в рамках визита в Швейцарскую конфедерацию провела многочисленные встречи в Женеве с армянскими благотворителями, бизнесменами и председателями фондов. 14 декабря Анна Акапян навестила председателя благотворительных фондов Армении и Альянс Армении, бизнесмена Ваге Габраша и его супругу Хюгет Габраш. В тот же день Анна Акапян посетила и председателя благотворительного фонда Фонд Погосян Альбера Погосяна и его супругу Мокджан Погосян. На встречу присутствовали Марк Авакян, владелец завода Ковры Авакян, Акоп Авакян, артист Пьер Кукчан. 15 декабря Анна Акопян посетила всемирно известный завод Франк Мюллер и встретилась с бизнесменом Вартаном Сармакешем и Орденом Шелефяном. Вечером того же дня Анна Акопян побывала в гостях у Таллина Авакяна, встретилась с женщинами из швейцарского гомедита ВАПС. Администрация США считает, что в процессе мирного урегулирования в Сирии сейчас есть шанс добиться подлинного прорыва. Об этом сообщил, выступая в понедельник в Атлантическом совете в Вашингтоне спецпредседатель США по Сирии Джеймс Джеффри. «Мы хотим видеть совершенно другой режим, но это не значит, что это смена режима. Мы не пытаемся избавиться от Асада», — отметил Джеффри. По его словам, реконструкция Сирии обойдется в 300-400 миллиардов долларов. По словам представителя, Запад и международные институты не будут оказывать финансовую помощь, если политическая линия властей страны не изменится. Агентство Анадулу сообщает, что руины города Ани не только потеряли свою привлекательность после сильного снегопада, но и оказались в центре внимания СМИ и туристов, называя столицу армянского королевства Багратуни колыбелью цивилизации. СМИ также упоминали армянское прошлое Ани. Цитирую короткую цитату о королевской семье Багратуни. Глава департамента Карца Акан Дуган отметил, что руины города Ани в основном посещают местные туристы, но удивительно, что количество посетителей зимой не уменьшается, а наоборот растет. Город Ани зимой особенно красив, похож на невесту. Камни Ани имеют особый красный цвет, и когда снег покрывает их, руины похожи на невесту, одетую в белое платье, отметил он. Стоит отметить, что город Ани был построен на правом берегу реки Ахурян в 961 по 1045 годы. Был столицей армянского королевства Багратуни. Они также называют городом тысячи церквей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию хор Нарек. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!